Дальше. Внизу надо бы поставить, вот как он делает, сейчас посмотрим, внизу, видите, там 20.15, ваш домен, все права защищены. Ну давайте сделаем нечто подобное, нечто подобное. Выделяю эту текстовочку, во временный наш буфер вставляю, то есть ваш домен .ru. Это значит, что это значит? Это значит, вот ваш домен, выделяем ваш домен и вставляем вот так. Теперь выделяем полностью эту строчку, копируем и нам нужно поставить внизу наш какой-нибудь виджет интересный. Значит, как лучше сделать? Как лучше сделать? Можно, конечно, просто виджет текст использовать, но лучше, на мой взгляд, я думаю, сделать немножко другой виджет. Значит, вот есть виджет нижний колонтиту. Нижний колонтиту. Пускай самый низ. Берем этот нижний колонтиту и в самый низ. Так. Ну. Чего там? Так, нижний колонтиту. Нижний колонтиту. Чтобы вставить нижний колонтиту, давайте вставим сначала одну колонку. Одну колонку. И в эту одну колонку вставим вот этот нижний колонтиту. Опа. Все. И вот здесь посередине у нас. Ну, можно у нас оставить, а можно утолить. То есть, выделяем и вставляем то, что мы скопировали. И как сделать так, чтобы вот эта ссылочка была кликабельная? То есть, это очень удобно, когда она кликабельная. Выделяете ваш домен, копируете, вот он выделенный. Теперь вверху есть вставить и вставить ссылочку. Выбираете, вставить ссылку. Адрес ссылки. Вставляете то, что вы скопировали. Дальше. Открывать ссылку. Где открывать? Нет, это значит, в этом окне будет, а можно выбрать в новом окне. То есть, человек, когда кликает на эту ссылочку, открывается новое окошко. Ну, давайте оставим как нет. То есть, в этом же окне, чтобы было. Нажимаете ОК. Так, что это у меня висит? Понял. Теперь у меня висит. Так, еще разок. У меня почему-то браузер подвис немножко. Так, еще раз беру колонтиту, внешний колонтиту, введу и вставляю. И в разделе О нас. В разделе О нас вставляю вот эту подготовленную строчку. Так, теперь вот это URL, надо сделать кликабельно. Выделяем, копируем. Я лучше сохраню. Лучше сохраню. Еще раз. Уделяем. Главное, внимательно, что вы делали. Нажимаем вставить и вставить ссылку. И вставляем ссылочку. И нажимаем ОК. Все, ссылка теперь кликабельная. Нажимаем Сохранить. И обновить. Так, очень-очень все симпатично. Очень все симпатично. Значит, вот этот О нас можно удалить. Все права защищенные оставляем. О нас тогда удаляем. Так, и все права защищены. Делаем вот так. Так, а здесь можно написать, допустим, свои контактные данные. Значит, ну, допустим, ну, к примеру, вот так. Т. Собака. Уж. Точка. Т.е. свою почту и свой телефон. Телефон там 8, там, 915, 300, там какой-то. Я уж не помню свой телефон. И нажимаем Сохранить. Так, а здесь, то есть, удаляете и пишете, то есть, свое имя, фамилию. Сергей Человеков. Так. Так, теперь еще одна фишка есть. То есть, вот такие значки. Сейчас я вам покажу, где их взять. Так. Замечательно. Можем самому нравиться. Так, теперь такой значок с телефоном и чтобы он был кликабельным. Чтобы он был кликабельным. Так. Закрываем лишнее. Итак, друзья, я вам сейчас дам эту ссылочку. Вы пока посмотрите, а я поищу, где вот эти значки поменять, чтобы было посимпатичнее. Так, вот посмотрите, что получилось. Так, 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 эти значки находятся у меня. Так. Так, 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 так. А здесь что. Так. Так, значки, 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 иконки. Иконки, иконки, иконки. Так, значит, вот они иконки. Итак, я вам даю вот этот сервис. На этой страничке здесь есть иконки. На нашем конструкторе уже эти иконки подключены. Как их использовать? Очень просто. Очень просто. Вам нужно, допустим, сделать, то есть, ну, допустим, вы в фейсбуке и так далее. Сейчас на примере разберем, допустим, телефон. Ищем значок телефона. Телефон WhatsApp. Так, где там телефон? Телефон, телефон. Телефон. Так, сейчас, минутку я зайду в другой свой конструктор. У меня они уже выписаны. Значит, вот они у меня уже вытащены. Это скайп и телефон. Значит, как я это сделаю? Я вам этот код дам, естественно, полностью. Значит, как я бы сделал здесь? То есть, вот здесь, чтобы у вас были контакты. Берем сюда, вставляем мышки, выделяем, все, удаляем. Исходный код. Выделяем, удаляем и вставляем. Значит, сейчас я вам покажу сначала и дальше расскажу, что же это такое я вставил. То есть, обновляю страницу. И здесь вы видите контакты. То есть, получается. Да, кстати, вот это мне тоже не нравится. То есть, в 2015 все права защищены и URL вверху. Давайте поменяем. URL будет внизу, а все права защищены будут рядышком. Так, берем так и перетаскиваем. Все права защищены. И здесь вот так. И здесь посередине. Посередине. Берем посередине. Вот так посередине. И вот это тоже посередине. Сохранить. О, уже симпатичнее. Так, и теперь, как я сделал вот эти контакты? Как я эти контакты сделал? Рассказываю. Значит, кликаю на этот виджет. Инструменты. Исходный код. Да, можно, конечно, подписаться более ярко. Значит, рассказываю, что же здесь в этом коде такого хитрого сделано. Значит, 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 значит. Как вам объяснить-то? Кто-нибудь HTML язык знает? Напишите, либо знаю, либо не знаю. Виталий, не знает. Хорошо. Так, не знаю, не знаю. Ладненько. Ничего страшного. По аналогии, как у меня здесь, сделайте то же самое. Значит, обратите внимание. Здесь будет слово адрес. То есть, в языке HTML у нас есть так называемые теги. Теги, они заключены вот в эти кавычки. То есть, в начале идет слово адрес в этих кавычках. И заканчивается так же слово адрес в этих же кавычках и еще касая черта внутри тега. Касая черта означает, что содержимое вот это, оно заключено между словами адрес. То есть, это все относится к адресу в данном случае. Дальше. Следующий тег. Strong. Strong это значит жирный. То есть, дальше Сергей. Потом вот это абракадабра. Это означает пробел. Дальше Чураков. Имя, фамилия. И опять-таки Strong уже с косой чертой. Это означает, что между словами Strong и с косой чертой Strong имя и фамилия будут жирным с шрифтом. Дальше. Br. Касая черта и закрытая кавычка. Это значит перенос на другую строчку. То есть, все равно, что вот так. Дальше. Следующий тег. I. Класс. F. Вот это F. F. Skype. Закрывается кавычка. И вот это буква I. Что это означает? То есть, вот это означает ваша иконочка. Значит, где иконочку мы берем? Где иконочку мы берем? Вот здесь мы выбираем, какая нужна нам иконочка. Как ей пользоваться? Допустим, вам нужна, ну, какая-нибудь, WhatsApp, например, вы захотели указать на сайте. Кликайте вот сюда на WhatsApp. Здесь примеры иконочек. Значит, вот эти иконочки, они уже подписаны словами. И вот здесь написано уже буква I, класс, F.A. и WhatsApp, то есть в кавычках такие, косая черта и I. По аналогии здесь I, класс, F.A., Skype, косая черта и I. То есть, это фактически то же самое. То же самое. Это одно и то же. То есть, можно взять вот так, скопировать и перенести сюда. Вот после буквы I я поставлю. И вставить. То есть, как будто значок иконки WhatsApp. Я поставил. Дальше. Следующее. Вот это абракадабра, это означает пробел. Следующее. Тех открывается с буквой A, это означает реферальная ссылочка. А, да, конечно, давайте я вам дам эту форму. Давайте я вам дам эту форму. Так, сейчас вот эту я верну. Верну. Так, вот так. Так. Ну и чего? А, не тут-то было. Он здесь не передает HTML-код. Давайте я этот код сброшу вам в чате. Сброшу в чате. Сброшу в чате. Коучинг. Так. Все. В чат я сбросил. В чат я сбросил эту форму. И там просто берете, где написаны мои имя, фамилия. Удаляете, вставляете свое. Естественно, там пробел оставляете, вот этого абракада промежуния. Дальше. Дальше. Свой Skype. Skype здесь тоже хитро сделанный. После буквы A идет HRF равно. Дальше идет Skype. Дальше два иточия. И вот здесь мой логин Skype. Чураков нижнее подчеркивание Сергей. Дальше вопрос и кол. Вы меняете только свой логин. То есть вместо Чураков нижнее подчеркивание Сергей ставите свой логин в Skype. Дальше после этой косой черты, как она называется-то, вот этого значка больше. Дальше идет опять-таки название моего Skype. Вы удаляете и ставите свой. И идет закрытие тега буква I, то есть косая черта и A. Это означает, что закрытие ссылочки активной. Дальше. Следующая строчка. BR, косая черта. Это означает перенос на новую строчку. Дальше. Буква I, класс. Fafafone. Это как раз есть код, который был взят вот с этой библиотеки. То есть вот как вот WhatsApp, например. То есть Fafafone. WhatsApp. Это значит, что будет значок вот такой. А Fafafone. Это будет значок телефона. Дальше пробел. Вот это абракадабра. И то же самое проделаем с телефоном. Также пишем плюс. И номер телефона свой. Вставляем вместо моего. Дальше ничего не меняем. И следующий номер телефона будет опять. Меняйте на свой. Дальше. Следующий идет класс Fafonevelop. Это означает значок почты. Значок почты. Это ничего не трогаете. Меняете единственное свою почту. Значит почту меняете. Вот тут написано MailTo двоеточие. Двоеточие. И дальше идет электронная почта. То есть Сергей Собака Мегамани.бис это электронная почта моя. Вы ее выделяете и вставляете свою. И еще раз. То же самое со вторым словом. И все. Нажимаете ОК. И у вас будет вот так как у меня. Так. Вроде все. Теперь можно фон допустим поменять. Если надо опять таки. Потому что фон иногда отвлекает. Так мне нравится. Единственное. Так. Сейчас шаблон другой сменю. Потому что вот эти рыжие ссылочки. Они как-то не катят. Давайте какую-нибудь тему другую возьмем. Так. Напишите. Понятно вообще. Объясняю. Или непонятно. Либо понятно. Либо непонятно. Татьяна. Понятно. Понятно. Хорошо. Хорошо, друзья. Так. Какую-нибудь тему поинтереснее. Допустим. Вот такой вариант посмотреть. Так. Синий. Синий. Синий шрифт. Так. Еще одну фишку показать. Как сделать так, чтобы при открытии сайта. Ваш ролик автоматически включался. Показать такую фишку. Как сделать. Напишите. Либо показать, либо не показать. Да, нет. Да, нет.